Термином гипертоническая болезнь называют только артериальную гипертонию, которая в отличие от иных причин, вызвавших повышение кровяного давления, легочных, печеночных, почечных и других, является самостоятельным заболеванием кровеносных сосудов. При этой форме гипертонической болезни повышение кровяного давления является не только главнейшим, но и нередко и единственным проявлением болезни. Прежнее наименование этой болезненной формы – эссенциальная гипертония, то есть хроническое заболевание, основным клиническим признаком которого является длительное и стойкое повышение артериального давления. Термином гипертонический криз называют повышение артериального давления, которое приводит к обострению болезни и сопровождается усилением свойственных гипертонии и нарушений. Наиболее характерными являются мозговые, головная боль, рвота, прострация, резкий упадок психического тонуса в сочетании с предельной истощаемостью, расслабленностью. Если в это время не принять лечебные меры, то может закончиться инсультом или субарахноидальным кровоизлиянием. Во время гипертонического криза возникают и другие расстройства кровообращения – коронарного, почечного. Бывает и так, что криз заканчивается развитием инфаркта миокарда. Кризы по их течению различают двух видов – более легкого течения с кратковременным подъемом, в течение нескольких часов преимущественно артериального кровообращения, более тяжелой формы, продолжительностью в несколько дней. Важно отметить, что именно при втором типе кризов наблюдаются расстройства мозгового и коронарного кровообращения, описанные выше. При этом можно предположить, что кризы первого типа вызваны кратковременем, усилением, запоминаем эмоциональной активности человека и ведут к выделению адреналина. Адреналин отбрасываем. Еще разок запомнить. Кризисы первого типа вызваны кратковременем, усилением эмоциональной активности человека. Человек заволновался, и только хопа, и давление поднялось. Далее, кризы второго типа вызываются выделением артеринола и вызваны длительными эмоциональными переживаниями. Опять-таки, второго типа вызываются выделением артеринола. Отбрасываем вот это все. Сосредоточиваются только на том, что и вызваны длительными эмоциональными переживаниями. То есть, вот что, вот уже мы, как говорится, выявили причину, и далее уже идут следствия в виде выделения то этого самого адреналина, то артеринола, которое вызывает. То есть, если человек успокаивается, то есть, если он спокойно воспринимает события, которые доставляют ему жизнь, то у него, по крайней мере, не будет вот таких вот кризов. Повышение артериального давления со всеми вытекающими последствиями. Значение гормональных нарушений при кризах доказывается частотой их при климактерической форме гипертонической болезни. Но это уже другое дело, хотя и тут можно, будем говорить, несколько посомневаться. Артеринол, он же норадреналин, образуется в нервной системе, где служит медиатором, то есть передатчиком, проведение нервного импульса и в надпочечниках. В качестве гормона оказывает сильное сосудосуживающее действие. Поволновались, выделились гормоны, вот она, сужилась стенка сосудов, естественно, по такой стенке легко кровь проходит, вернее, по такому диаметру сосуда, а она сужилась вот так. Естественно, сердцу надо тут качать, ого-го, и давление поднимается. В стадии гипертонии гипертоническая болезнь развивается по-разному и с различной скоростью проявляется в виде приступов повышенного давления или постоянно повышенного. При этом как приступы, так и повышенное давление могут между собой сочетаться. То есть человек поволновался, опа, значит, маленький там этот самый приступ повышения артериального давления. Волнуется дольше, пожалуйста, появляется более стабильное повышение давления. И, как бы сказать, вот сосредотачивается, опять-таки происходит сосредоточение, на каких-то мелочах вместо того разобраться, что, господа, меньше волнений, больше спокойствия. У одних людей гипертония развивается скрытно, годами, пока однажды не заявят о себе всерьез. У других просто стремительно в виде острых приступов повышенного давления, ставят вопросы жизни и смерти ребром. Опять-таки, молчат об эмоциональной составляющей, главной причине артериального давления. Поэтому в течение гипертонической болезни выделяют три стадии. Первая – начальная, вторая и третья – конечная. Кроме того, в каждой стадии можно назначать подстадии или фазы. Первая стадия имеет фазу А, при гипертоническую фазу Б – транзиторную гипертонию. Кстати, как вы видите, это не просто я, знаете, как-то там бузю, как этот самый охранник-водолаз. По-простому. А это идет научная статья, которую я обработал, привел в кучу для того, чтобы выявить закономерности развития гипертонии и как на нее можно повлиять. Правильно. Первая стадия имеет фазу А, при гипертоническую и фазу Б – транзиторную гипертонию. При гипертонической стадии периодические скачки давления на несколько минут и довольно-таки редкие, после чего состояние самочувствия и здоровья приходят в полную нору. В транзиторной стадии симптомы выражаются в виде периодического поднятия давления на несколько часов или суток, после чего состояние человека самостоятельно нормализуется доступление нового приступа. То есть ничего не говорится, что человек поволновался, он волнуется, и тем самым вызывает у себя повышение давления. А как то, как состояние человека самостоятельно нормализуется на наступлении нового приступа. То есть до наступления нового волнения. Поэтому научиться надо, не волноваться. Реагируют адекватно на всю информацию, которая приходит к нам. На этой стадии гипертония, артериальное давление, находится в пределах 140-159 верхняя и 90-99 мм турного столба нижняя. Вторая стадия также состоит из двух фаз. Лабильная и Б. Стабильная гипертония. Лабильная стадия. Неправильно я там прочитал. Давление повышается приступами, и вернуть его к норме удается лишь при помощи лекарственных препаратов. На этой стадии заболевания больные жалуются на быструю утомляемость, головокружение, неприятные ощущения в области грудной клетки и частые головные боли. Стабильная стадия лечения оказывается успешным только при использовании сильнодействующих лекарств. И уже во время приступа у больного появляются все признаки сердечной недостаточности. А само повышение артериального давления может быть вызвано самыми незначительными физическими нагрузками. Об эмоциональных нарусках, видите, ничего не сказано. Сердечно-недостаточности, то есть сердце устает, как нагнетательный насос качать и создавать это давление. Оно просто-напросто изнашивается быстро. Таким образом, во второй стадии развивается самая настоящая гипертония со всеми ее негативными проявлениями. И на этой стадии гипертония, артериальное давление уже находится в пределах 160-179, высоко 100-109 мм. Тут на основах нижняя. То есть настолько мышцы, это я уже забегаю несколько вперед, мышцы сосудов окостенели, вошли в спазм, что они не могут расслабиться, понимаете? То есть до чего человек себя эмоционально доводит, особенно под старость, что он накапливает столько эмоциональной вот этой вот энергии, которая вызывает внутри системы организма повышенное давление вот такое вот. И в результате все это сказывается на работе сердца, на сосудах. Так, третья стадия может быть разделена на фазу А, компенсированную, и фазу Б, декомпенсированную. Разограничение этих фаз, конечно, условно. Компенсированная стадия, повышенное давление, состояние сердца и других внутренних органов еще можно как-то компенсировать, привести в норму с помощью лекарств, процедур или иных методов оздоровления. То есть есть еще шанс выздороветь, если подумать хорошенько и кое-что поменять в своем образе жизни. Декомпенсированная стадия. Увы, в организме произошли необратимые разрушительные процессы, которые за очень редким исключением практически никак и ничем восстановить невозможно. И на этой стадии гипертонии. Артериальное давление может выходить далеко за поделы 180-110 мм вступного столба. Я думаю, тут можно кое-что сделать. И очень много. Ну ладно. Это чисто, так сказать, научно-медицинская информация, которую я привожу. Третью стадию можно назвать склеротической. В связи с тем, что в этот период болезни развиваются явления артериолосклероза. В частности, почек. А также происходят рубцевые изменения в различных органах и тканях. В миокарде мышцы сердца. В мозговой ткани на почве длительное нарушение питания. Острых нарушений кровообращения во время спазма в кровеносных сосудах и так далее. Так. Склероз. От греческого. Склероз твердый. Склерозирование. Разрастание соединительной ткани в тех или иных органах. В нашем случае это означает затвердение стенок кровеносных сосудов, которые перестают реагировать на расслабляющие импульсы. Что приводит к постоянному повышению давления в них. А также к возможному их разрыву из-за потери эластичности. А также в миокарде что там еще. Рвутся уже вот эти вот ткани, разрываются. И они просто-напросто там зарастают, как, грубо говоря, как зарастут. Поэтому появляются рубцы. Рубец появился, значит уже эта ткань перестает нормально работать. Течение гипертонической болезни еще разделяют на форму длительного, медленно прогрессирующего течения и форму быстро прогрессирующего. Злокачественную. Причем злокачественная форма гипертонии может развиваться в молодом возрасте. Гипертония и ее разновидности. Чаще всего мы сталкиваемся с гипертензией артериальной. Реже с внутричерепной, портальной и легочной. Давайте вкратце ознакомиться с этими видами гипертензии. Артериальная гипертензия считается хроническим заболеванием, которое характеризуется постоянным, а в начальных стадиях, периодическим повышением артериального давления. Важно отметить, что в основе этого вида гипертензии лишит повышения напряжения стенок всех мелких артерий. В результате чего происходит уменьшение их просвета, затрудняющее продвижение крови по сосудам. При этом, чтобы обеспечить прокачку крови, сердце дополнительно напрягается, а давление крови в стенках сосудов повышается. Артериальная гипертензия – очень распространенное заболевание. Чаще всего у женщин. Забегаю вперед, скажу. Потому что они более эмоциональные. Чаще всего у женщин развиваются медленно. Начинается с периодических головных болей, сердцебиений, кровяного давления становится неустойчивым. Затем появляется онемение пальцев, рук и ног, приливы крови к голове, плохой сон, мелькание мушек перед глазами, быстрое утомление. Кстати, сразу же хочу сказать, вот почему онемение пальцев, рук и ног. Смотрите, так как произошли спазмы в сосудах, и кровь сюда не проходит, то есть кровь, она распределена по всему организму, но, грубо говоря, равномерно должно быть распределена. А так как у нас произошел здесь спазм, в основном, чаще всего, в конечностях он происходит, кровь сюда не доходит, и тогда вся масса крови, тока вот здесь вот и циркулирует. И бабахают, естественно, по голове, и мушки перед глазами. Далее, повышение кровяного давления становится стойким. В сосудах к этому времени происходят склеротические изменения. Эта стадия длится несколько лет. При дальнейшем развитии у больного обнаруживается сердечная или почечная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения. Приплыли. Внутричерепная гипертензия, увеличение внутричерепного давления. Оно характеризуется головной болью, тошнотой рвотой, стойкой икотой, сонливостью, угнетением сознания, двоением, приходящими эпизодами нарушения зрения. В случае выраженного повышения внутричерепного давления, увеличивается систолическое артериальное давление, появляется брадикардия. Что такое? То есть 50-60 ударов в минуту. Ключевые причины внутричерепной гипертензии крупные поражения, ну, тут опухоль, гематома, гидроцефалия, а также инсульт, менингит, энцефалит, нарушение водно-электролитного баланса, гипонатриемия, черепно-мозговая травма, острая гипертоническая энцефалопатия и другие заболевания, провоцирующие отек мозга. Увеличение внутричерепного давления может быть также результатом застойной сердечной недостаточности, хроническим обструктивным заболеванием легких и иным расстройством организма. Ну, это, Бумагритор, может быть, но эмоциональную часть, главную составляющую, как бы сказать, не обсуждают. Продолжение следует...